Дмитрий Иванович сильно опаздывал, из-за этого нервничал и сердился. Никогда ему не хотелось, чтобы лекция поскорее закончилась. А сегодня было просто невмоготу, он едва дождался, когда тренькнет звонок. Ну и после звонка сразу уйти не удалось. Те самые студенты, пойманные на профессорские крючки, обступили его, заговорили разом, и все про первую русскую революцию. — Ему бы радоваться. А он раздражался, смотрел на часы и, в конце концов, всех вытурил. Лохматый Степан, самый въедливый и дотошный, кажется, даже обиделся. — Вы же обещали поговорить, Дмитрий Иванович? — В следующий раз и поговорим. — Да когда? — Вы обещали сегодня. Я с той лекции столько всего прочитал. Вот, например, про эсеров в этой самой первой думе, и он потащил из рюкзака растрепанные листы, вознамерившись выложить их перед профессором. Я вот тут выписал даже. — Я опаздываю, — взмолился Шаховской. — Приходите в субботу, поговорим. В субботу у нас семинары. В общем, пришлось бежать. В гардеробе он едва дождался, пока старухи в черных шелковых перчатках выдадут ему пальто, и одевался на ходу, отпихивая портфель, болтавшийся на длинном ремне. Портфель тоже был как-то причастен к тому, что он опаздывает. В думу за Шаховским увязался Боря Викторов, изнывающий от благодарности за поправленную статью и за полученное новое задание. Профессору показалось, что Боря воспринял его просьбу поискать в архивах нечто, что указывало бы на неизвестный заговор, имевший место в 906 году, как несомненное признание его Бориной учености. А текст, между прочим, так себе. Очень много личных оценок, что может и годиться для статьи, но уж точно никак не подходит для научной работы. Почему-то у Шаховского было превосходное настроение. «Ба, Дмитрий Иванович, опаздываете?» Первым делом поинтересовался Петр Валерьянович Ворошилов, встреченный им на центральной лестнице, где почему-то всегда толклись журналисты с камерами, неизвестно за что полюбившие именно этот план, с видом на люстру и ковровую дорожку. Сколько Шаховской видел репортажи из Думы, столько наблюдал ковер с люстрой. «Вот если бы вы вовремя пришли, я бы решил, что вас не пустили на раскопки в монгольские степи. Удельным периодом не интересуетесь, Петр Ильянович? Познакомьтесь, мой аспирант Борис Викторов. А это...» Тут Ворошилов его перебил, представился сам таким образом. «Бюрократ и бумагоморатель Ворошилов. Никчемный человек». Боря Викторов вытращил глаза немного больше, чем следует, на что никто не обратил внимания. «А все ж куда это вы в тот раз пропали, профессор? Я так ничего и не понял». «Вы не поняли», — сказал Шаховской с удовольствием, «потому что я вам ничего не рассказывал». «А что, государственная тайна?»